Бизнес на людской доброте. В Перми активизировались представители странных благотворительных фондов. Молодые люди, якобы их волонтеры, собирают деньги на перекрестках и в общественном транспорте. По их словам, пожертвования направляются на лечение больных детей из других регионов страны. Но методы работы этих организаций вызывают множество вопросов. Репортаж Елены Яговцевой. Заходят, спрашивают разрешение собрать деньги инвалидам, детям. Мы разрешаем. Играют на доверчивости пермяков. Это видео снято на мобильный телефон в автобусе 77 маршрута. Молодые люди, одеты в экипировку с символикой некого благотворительного фонда, просят пассажиров внести пожертвование, якобы на лечение больного ребенка. Дело вроде бы благое, но увидев камеру, сборщики почему-то стараются спрятать лица. По словам работников общественного транспорта, подобных волонтеров сейчас расплодилось хоть пруд пруди. Ну, рассказывают историю ребенка, потом документы, что у них все есть. Можете позвонить родителям, идут по автобусу, собирают деньги. Часто еще стоят на перекрестках. Вот они, я считаю, левые. Хотя у них все там как с документами, с фотографиями, все есть на месте. Но где гарантии, что так называемые родители больного ребенка не являются специально нанятыми людьми, которые произносят по телефону заученный текст? А дети, чьи фото наклеены на ящиках для пожертвований, получат собранные для их лечения деньги? Увы, никаких гарантий нет. Сотрудники благотворительного фонда «Дед Морозим» считают, скорее всего, охотники за добротой действуют вне правового поля, не говоря о морали. Порядка сотни фондов по всей России подписали декларацию о том, что сбор денег на улице запрещен. Мое пожелание ко всем добрым, неравнодушным людям, которые хотят помочь ребенку, переведя или поделившись с ним денежными средствами, проверять фонд, в который они деньги отправляют. Звонить по контактным данным, проверять сайт, действительно ли этот фонд работает, или это просто мыльный пузырь. Обычно контактные телефоны, указанные на сайтах псевдоблаготворителей, оказываются вне зоны действия сети или просто не отвечают. Еще один признак недобросовестности – на их интернет-ресурсах отсутствуют обязательные по закону отчеты о деятельности благотворительных фондов, сколько собрано, сколько потрачено и на какие цели. Все это повод насторожиться, куда идут собранные всем миром деньги на самом деле. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.